Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Fallout 2, и вы представьте, я этот эпизод уже записал, записал уже несколько следующих, и перед тем, как смонтировать, умудрился его удалить записанный. Ну, в общем, что? У нас там книжка забытая, да? Но сейчас смысла даже с инвентарём возиться нет, потому что уже в следующих эпизодах как бы всё сделано. Но давайте я вам покажу тогда другую плюшку, раз у нас с вами высвободилось немножечко времени, а вот здесь есть гуль. И как бы работой, игра, как ей и надо было, он бы был очень полезен. Почему у него есть экономические данные об эффективности электростанции? Привет, меня зовут Гордон. Гордон из Гекка. Привет, Гордон, я Винстон. Чем вы здесь занимаетесь? Я ищу возможности. Возможности, например? Я ищу способы получить максимум прибыли от моих потенциальных способностей. Хм, это похоже на жадность. Да, я жадный. Но большинство людей неправильно понимают, что такое жадность. Жадность – это мощная движущая сила. На протяжении всей истории человечества самые великие достижения совершались людьми, которые хотели жить лучше. Людьми, которыми руководила жадность. Это очень хорошее качество, но раз слово получше пока не придумали, назовем это жадностью. Вы меня убедили, Гордон. Но что общего между жадностью и Гекка? До сих пор было немного. Но только жадность спасет Гекка. У меня есть информация важная для выживания Гекка. Но я не смогу найти никого, кто бы ко мне прислушался. Что за информация? Но я подсчитал, что если бы наш реактор работал как следует, мы могли бы генерировать огромное количество избыточной энергии. Намного больше, чем нужно Гекка. Да, и что? Мне также известно из весьма надежного источника, что город-убежище не может расширяться без дополнительной энергии. Весьма надежный источник? Кто это? Однажды ночью я услышал голос, исходящий из шахты реактора и зовущий меня. Голос из темноты. Я не знал, что и подумать, но то, что голос произнес, было весьма разумно. И все его данные подтвердились. Я не знаю, кем или чем был этот голос, но все факты совпадают с тем, что он говорил. О чем он говорил? Город-убежище, видите ли, имеет достаточной энергии для обеспечения своих текущих нужд. До тех пор, пока они не замахиваются на большее. Но электростанция-убежище, которую они используют, никогда не предназначалась для того, чтобы снабжать энергией целый город. Сейчас она работает на пределе своих возможностей. Без дополнительной энергии они не смогут расширяться. Не понимаю, как это играет вам на руку. Видите ли, раз уж наша электростанция работает лучше, мы могли бы торговать нашей избыточной энергией и услугами технических экспертов в обмен на медицинские технологии города-убежище. И без дополнительной энергии город-убежище сожжет свой реактор через 15 лет. Если реактор Гекко не починить, мы и половины этого времени не протянем. В любом случае, без медицинской помощи мы все гули в ближайшие 20 лет вымрем. Если город-убежище и Гекко не объединят усилия, всем будет плохо. То есть вы просто добрый самаритянин? Что-то не верится? Ничуть. Мне это выгодно. Естественно, меня изберут, чтобы руководить этим проектом. Жадность – моя движущая сила, но она спасет тысячи жизней. Жадность – это хорошо. По крайней мере, будет хорошо, если только я найду кого-нибудь в городе-убежище, кто прочитает мои экономические данные. Наверняка советник Маклир с удовольствием изучит эти данные. Он похож на человека, руководимого разумом, а не предубеждениями. Ну, все важные экономические данные записаны у меня на диске. Можете взять его, если обещаете показать его кому-нибудь в городе-убежище, кто сможет понять и использовать записанные на нем данные. Но будьте осторожны, не каждому там понравится, что вы ведете дело с гулями. Хорошо, я возьму диск. Я наверняка смогу отдать его в хорошие руки. До свидания. Из-за бага в игре мы этот диск не можем Маклюру отдать. То есть квест у нас есть, как бы это приведет к хорошей концовке, да, но, к сожалению, в версии 1.0.2 игры, на которой мы с вами играем, это последняя официальная, ну, плюс HD-патч, мы хорошую концовку для города-убежища получить не сможем. Тут есть такой нюанс, что при этом, ну, как бы был патч, который это правил, но потом он разросся до Ресторейшн Проджекта, а там восстановлено, ну, на мой вкус, слишком уж много всего, поэтому, поэтому нет. Ну, и у нас с вами должен быть где-то боевой шотган. А сейчас, наверное, самое время его вручить товарищу Кассиде. Потому как нам с вами предстоит серьезный такой замес. Ну, и ую, я не отдал. Вот я молодец. Ну, я что-то уже задумался, просто фишка в том, что мы с вами еще наткнулись на специальный ивент, в ходе которого еще и получили броню. И это я тоже, получается, вырезал. Блин. Очень-очень обидно. Ну, не вырезал в смысле, а, получается, пролюбил. Но я попытаюсь этот ивент найти и тоже вам показать, потому что он, ну, во-первых, интересный, а во-вторых, из любимого моего фильма Мути Пайтон и Священный Грааль. Вот. На этом мы с вами можем ехать. Только есть, опять же, пара нюансов. Смотрите, вот это рейдеры. И если мы с вами к ним заезжаем и проваливаем проверку на аутдорсмана и на удачу, то мы с вами попадаем на уступ. Поэтому давайте вот здесь сохранимся, прямо на подъезде. И продолжим путь дальше, чтобы я показал вам и то, и другое. Но вообще, конечно, нам нужно кучу удачи, чтобы попасть сразу в нужное место. Ага. Хе-хе-хе-хе-хе. Мы с вами сразу попали в нужное место. Хорошо, я сейчас сохраню. А, да, я использую другой какой-нибудь сейв. Сейчас, один момент. Короче, это нужное нам место. Отсюда нам будет удобно воевать. Но вообще, вообще мы попадаем обычно в другое. Вот, обычно мы попадаем вот сюда. И, кстати, это нам второй раз везет. В следующем эпизоде будет момент, когда очень-очень редкий ивент получится под запись с первого раза. Обалдеть. И вот сейчас тоже у меня, ну, когда я пытался выбить то самое место приезда, у меня ушло попыток 15. А тут, смотрите-ка, под запись с первого раза. Вот. И мы можем вот здесь пройти дальше-дальше-дальше вот сюда. Или провалиться еще можно вниз. Там Рад Скорпиона, Охотничье Ружье, ничего важного. Ну, в общем, мы попадем в то же место, куда мы сейчас попадем, загрузившись. Так. Только один момент. А давайте посмотрим. Все, кастет у нас есть. Мы с вами готовы. Пошли. Тут тоже целое приключение, потому что игрушка несколько раз вешалась, когда я пытался хитрую тактику провернуть. Видите, из пещеры мы бы вышли вот здесь и попали бы вот сюда, в этот узкий туннель. И здесь нам, ну, не очень выгодно сражаться. А тут мы можем с вами использовать некую неидеальность эй-ай-я игры, что ли. Кастет, иди сюда. Вот. Если мы высунемся вот здесь, да, нас замечают, и враги начинают на нас потихоньку подходить. А мы с вами стоим вот здесь. Таким образом мы блокируем кастети, но при этом приглашаем врагов. Тут еще проблема заключается в том, что у многих из врагов клевые штурмовые винтовки. Фэнфал, которые в случае с чего нас с вами в нашей броне ну, изрешитят. Это как минимум. Поэтому поэтому нам что-то надо как бы как-то что-то делать, в общем-то. Ну, в общем, если мы с вами вот здесь удачно встанем, и, допустим, вот этого чувака тряханем в бошку. Ай, тряханули, ладно. Вот. А теперь отойдем только к Сиде. Ну, хоть так. Видите, враги встали в очередь, причем многие из них убирают штурмовые винтовки и достают ножи. Вот они, лохи. Потому что из штурмовой винтовки они могли нас просто ну, превратить в гребанное ничего. Сейчас, главное, чтобы Касси этого не сделал автоматическим огнем, потому что он, ну, любитель. Поднасрать нам конкретно. Да, но тут чувак с ножом он нам ну, такой опасности как бы и не представляет. Давайте сначала тогда добьем лежачего в глаза. Ай. Ну, он уже ослеп, но я бы предпочел все-таки с ним закончить историю. О, и Кассиди, смотрите, поустроил прям тут по ножовчину. А вот этот чувак в комбо-тарморе, в зеленый, да, это клевая очень бронька, если кто-то играл в первый фоллаут, наверное, знаете. Вот. Он в режиме снайпера также бегает, то есть оп, отлично, мы с вами снова смотрите-ка, смогли нужного нам чувака свалить. Это здорово. Так вот, он будет постоянно подбегать и отбегать, то есть, в принципе, он нам опасности такой сильно не представляет. Вот этот вот чувак мерзок. так, и еще раз нам бы вот этого дядю добить. Оп, так, от дяди лежит, и вот этого дядю с пистолетом тоже бы сбить. Слушайте, как мы с вами, нам что-то в этот раз прет. В прошлый раз у меня очень-очень много монтажных всяческих склеек было из-за того, что постоянно что-нибудь шло не так. Только Сидина расстреляет, то еще чего. пока что тфу-тфу-тфу не сглазить, дела идут, но даже не неплохо, а я бы сказал идеально. И мы с вами бежим к лестнице, потому что сейчас если Кэссиди вот этого гаденыша прибьет, нам лучше с вами оказаться где-то, где мы сможем быстро отступить. Потому что Кэссиди, как вы видите, выбегает вперед. Давайте вылезем отсюда. Вот что я понял, в этом деле лучше, короче, вылезти и спокойненько сохраниться. И, кстати, стимпак давайте уколем. В эту тему, кстати, я понял, что все-таки маленькие стимпаки лучше, потому что за вход в инвентарь мы платим только один раз, а большие мы все-таки будем с вами использовать по назначению, а именно, чтобы убивать небеси. Итак, я сохранюсь, и мы лезем обратно. В общем-то, мы с вами очень не зря сохранились, потому что вот этот гад со штурмовой винтовкой может из нас с вами сделать просто решето. Ну, к счастью, мы можем куда-нибудь сныкаться, он пойдет за нами. В этот момент Кэссиди может выбежать и начать гаду нам наваливать, а чувак будет от нас бегать при этом. То есть, как бы мы сначала высунулись, приманили его, ой, во, а теперь, как получается, он от нас ныкается. Ну-ка. Ну ладно, нам все равно надо с ним вплотную стоять, иначе... Опачка. Опа, вот это было удачно. Этот был очень неудачный, давайте ему тогда глазки пробивать. Оп, готов. Хорошо, а ты, друг, голову? А, но все равно в затылок, представляете, кастетом прилетает, наверное, ему смачно. Во, и что я забыл, это я Кэссиди не дал стимпаков. Бра! Это я зря, конечно. Ну ладно, у нас есть опция чуваку на халяву в затылок пострелять. Я надеюсь, Кэссиди он не прибьет. Короче, да, в затылок из кастета полупить, из кастета полупить. Кастетом. Хорошо, давайте отойдем, потому что, наверное, Кэссиди не очень... Да, Кэссиди не стрелял автоматом, потому что мы стояли на линии огня, и мы отойдем вот отсюда. Кэссиди, ко мне, ко мне, ко мне. Кэссиди идет ко мне, это здорово. Давайте посмотрим, что у него по хп. Что у тебя по хп? 61 очко здоровья. Нет, друг, давай мы тебе, короче, я думаю, опять же, его обычными стимпаками лучше лечить. Да, не волнуйся, эти стимуляторы не повредят твоему сердцу. Так, что, посмотрим. Во, вылечили. Ну, и в общем, таким макаром мы всех вот сюда заманиваем. В принципе, ему можно дать и винтовку вот от этих чуваков, вот она, FN Fall, довольно-таки мощнявая. Но, беда в том, что, во-первых, я сейчас не хочу с инвентарем заморачиваться вообще, потому что у нас с вами больше нет необходимости этого делать. Ну, вот, заметьте, тут у них у всех, да, какие-то, какие-то версии штурмовых винтовок и так далее. Ай! Сволочь! Себя-то мы не подлечили, слушайте. Мы подлечили Кэссиди, а про себя забыли. Вот бы сейчас была кора, если бы нас первым же выстрелом и прибили бы. Грустно. Ну, ладно, вот так вот. Пока мы стоим здесь, Кэссиди не может выбежать наружу, они не могут пробежать внутрь. И, в общем-то, это все здорово. Вот этот чувак племенной, он изначально предполагался как гид, в общем-то, эту пещеру должно было быть не так просто найти. Там была целая цепочка квестов, которая к этому приводила, но потом, естественно, как всегда, да, у нас дедлайн, игру сдавать завтра, а давайте-ка что-нибудь порежем, и вот. Все как всегда. Ну, ладно, я надеюсь, что из эфанфалов у нас не прилетит сейчас резко, но мы можем с вами отойти в уголочек, чтобы точно вот никто. Давай-ка сидеть. О, красавец, красавец. Вот, в общем, всех, кто со штурмовыми винтовками, надо в первую очередь обслуживать, иначе могут быть, ну, неприятные последствия. Оба. Ха, неплохо. И в глаза. Ну, в общем, глаза, это всегда была хорошая цель в плаутах. Глаза и яйца. В общем-то и в жизни. Если вы сражаетесь не на жизнь, а на смерть, наверное, лучше цели не найти. Да, и как бы после того, как мы им травмируем глаза, они должны стать гораздо менее точными. Ух, сколько. Нормально так прилетело, но не смертельно, конечно, но, но, блин. Так, и я бы, наверное, блин, ладно, не будем хилиться. Давайте вот это еще попробуем сбить. Не получалось. О, живем, живем, друзья, живем. Давайте все-таки глазки. Ой, все, глазки, больше он нам не строит, а мы с вами, пожалуй, уборим пару стимпаков еще. А, в общем-то, на эту пещеру у меня вот в той попытке они почти все ушли. Но сейчас я скажу вам, дела идут очень даже неплохо. В общем-то, о, у чувачков потрошки закончились, кивой фанфалу, вот, фанфалу, это то, как раз, чего здесь стоит опасаться. Но сейчас нам получается стоит опасаться только неточности Кэссиди, потому что он может на... Ну, вот эти чуваки вряд ли нас прибьют, а вот Кэссиди может нас очередью расстрелять. Эй, глаза. Готово. Так, отходим и сохраняемся. А вот в этих контейнерах, по-моему, ничего толкового нет. Там какой-то мусор или вообще ничего, да. Вот, ну и, к сожалению, боевую броню мы тоже не можем получить. Во, сохранились. Прекрасно. У нас, смотрите, основное, основное помещение почти зачищено. Вот с этими двумя чертами будет проблема. Но всех остальных почти что вырезали. Кстати, вот этот чувак, по-моему, сам на нас не агрится. Только в составе других групп. Ну, то есть, в принципе, тут можно провести этот бой так, что он останется нейтральным, но это нам ничего не дает. Совершенно. Если Кэссиди еще... Ай, Кэссиди дрянет, Шотган в жопу нам зарядил. В общем, да, если Кэссиди на него не дойдет, то у них все будет хорошо. Один момент, что-то пишет жена, это может быть важно. Это оказалось довольно-таки важно, чтобы немножко прерваться. Ай! Ладно. В бошку. Эх, крепкий. Может, в глаза тогда? О, хорошо. Давайте отойдем с линии огня к Кэссиди. Ага. Да, но можно бесконечно выкалывать чуваку глаза, но... ну, в общем, вплотную все равно он по нам попадает. Так, и конец боя. Так, ну, тут пистолет 10-миллиметровый, и опять же, давайте-ка мы с вами, давайте-ка мы с вами упоримся со стимпаками. Раз, два, три. Прекрасно. Слушайте, внезапно, совершенно, я даже рад, наверное, отчасти, что эпизод в итоге зафейлил, потому что сейчас у нас дела идут гораздо лучше, чем там. Там практически каждая группа врагов нам что-то делало такое, что мне приходилось загружаться. И вот опять у чувака FN Fall, соответственно, ну, давайте в бошку. Тварь, в смысле, а не два. Как-то я, да, перепутал слова тварь и два. О, да. Да. Ну, я это покажу. Вы знаете, я очень много рассказываю о губительности FN Fall, о губительности FN Fall, но так и не показывал вам ни разу, что он может сотворить. В общем, вот что он может сотворить. Кстати, вот с этим чуваком, не знаю, может попробовать поговорить, по-моему, у него и диалог в итоге вырезали. Что у тебя тут? Да, он никак не реагирует, но его, если что, можно прибить. А у нас получилось даже его не убивать. Но зато, к сожалению, у меня не получилось вам показать другой совершенно глюк интересный, который заключался в том, что мы в том прохождении сумели нашего персонажа поместить внутрь другого персонажа, а тот был еще внутрь одного персонажа. то есть, у нас три персонажа стояли на одной клетке. Игра при этом начинала дико совершенно лагать, но, блин, Кэссиди, ты не можешь все-таки подойти к нам как-нибудь. Кэссиди. Во, чувак все-таки из-за фанфала в нас стреляет, но вот теперь мы можем с вами бежать, потому что у него не такой уж огромный радиус стрельбы, да, и точность, а Кэссиди может быть присоединиться к нам, если, конечно, надумает. Но Кэссиди, кажется, не понимает намеков, да? Кэссиди. Ну ладно. Ага, во, чувак сам к нам пришел. Прекрасно. Ху-ху-ху-ху-ху. Глазки. О, все. Эй, не-не-не-не-не-не, давайте вот без этого типа пощади врагов своих. Не-не-не, кто нам в спину стрелял? Кто нам стрелял в спину? Расскажи мне. Расскажи мне, боец. А? Кто в спину из-за фанфала палил? Ты. на еще в голову. О, все. Надо же. Ну, короче, в каждом прохождении этой штуки можно что-то допоказать. Ладно. Чувак, здорово. У тебя пистолет. О, у тебя всего лишь пистолет, друг. Так, вот сюда встанем и давайте в бошку ему шмякнем. Ну, к сожалению. О, все-таки, все-таки наш племенной дружок согрался. Ну, причем, насколько я знаю, вроде как, даже можно было его, типа, чуть ли не на свою сторону переманить, заставить увидеть то, что, ой, что то, что он делает, это нехорошо, и так далее, и так далее, но в данном случае вы, ах, стоп, давайте я сохранюсь, потому что сейчас будет неприятно, если что-нибудь тут заклинит, потому что нам с вами в этих сундучках надо собрать определенный христовый айтем. Я не буду все обыскивать, там всяческого полно. А, стоп, христовый айтем что-то не собирается. Ммм, а, вот здесь, вот это вот нам нужна кроватка, потому что чувак в боевой броне стоял вот тут, я вспомнил. Но, тут, в общем-то, куча всего лутабельного, да, но, как я и говорил, мы не будем с вами заниматься сейчас разлутанием всего и вся, потому что вот, нам нужны вот эти вот солдатские жетоны. Ну, и бухлишко тоже не помешает. Вот, а теперь надо бы как-то вот к этим друзьям подойти. Давайте, может, давайте, может быть, заюзаем еще стимпакт, к счастью, мелких стимпаков можно юзать, ну, вот, прямо сколько влезет. Так, а если мы действительно, несмотря на наш уровень владения метательным, если мы попробуем как-нибудь выйти, чувака сразу греной порадовать. Такой вариант, интересно, у нас есть. Такая естественно, бегут за нами, но тут им навстречу бежит Кэсси. Ага, и они начинают бегать, все. И теперь мы вот этого чувака ставим в угол. Конечно, загнанная в угол мышь или крыса, или кто там атакует. Но мы выжили. Так, хорошо, теперь главное, чтобы Кэссиди нас не добил. И может быть, а черт, надо было его сбивать, конечно. Ну, шо поделаешь. К счастью, да, видите, мы платим только за вход в инвентарь, соответственно, как только мы оказываемся в инвентаре, мы можем упарывать сколько угодно, чего угодно, поскольку у обычных маленьких стимпаков никаких недостатков нет, в отличие как раз таки от больших, от которых потом начинается отходняк, но то есть ты потом получаешь просто урон определенный, то маленькие стимпаки в бою гораздо практичнее. Уф, но мы его хорошо пробили. Сейчас, если бы Кэссиди очередь дал, Кэссиди очередь не дал. А, засранец лечится. Смотрите-ка, засранец лечится и начинает бегать. Но мы за ним спрятались. Ой. Кэссиди, это было мое укрытие, типа. Знаете что, давайте отойдем. Ну что, он на нас побежит? Он бежит на нас, ему Кэссиди вообще не страшен. Соответственно, мы забегаем за него и давайте в бушку. Ай. Ну, Кэссиди, вот когда не надо, фигарит очередью. Семь. Хорошо, вот так вот его направим на Кэссиди. Ага. Черт. Ну, в принципе, мы можем неприцельными бить, да, помните, того чувака мы в итоге смогли свалить. Главное, чтобы он куда-то в... О. О. Ну-ка. Качан. Ех. И вот сейчас, да, когда как бы мы собой преграждаем тело врага, Кэссиди решил, что отличное время, чтобы дать очередь. Уф. Ну, чуваку достается. Хоть это мы точно с вами как можем сказать. На. Давай, просто вплотную он может нас очередью-то очень неприятно удивить в любой момент. На. Кэссиди. Живы. Мы живы. Это главное. А вот чувак, кстати, неплохо ему прилетает в целом. Так, и мы можем ну-ка бошку. Все, готов. Вот у них, по-моему, всего лишь штурмовые винтовки, к счастью, они пенефалы, да, и пистолетики. А все это мы увидим уже в следующем эпизоде, они, ну, будут у нас в целом собраны. И нам с вами опять же сохранится, и вот эти все штучки надо облутать. А мы найдем с вами три солдатских жетона, на каждом из которых будет циферка. и, как видите, здесь стоит сейф. Отгадайте, что солдатские жетоны с циферками нам дадут? Совершенно верно, комбинацию от сейфа. Но и при этом единственное, что сейф заминирован, поэтому лучше бы нам ну, подлечиться. Хорошо, что я вовремя об этом вспомнил, но благо мы с вами довольно-таки часто сохраняемся, так что ничего страшного не происходит. Кроме того, что вот этот замок пытается не поддаться. Так. Ну, кстати, я вспомнил, что нам взлом бы в итоге где-то до сотки надо прокачать. О! Есть. Вот. Прекрасно. И сейф. Давайте только упорим еще парочку обычных стимпаков, но экономить их смысла нет, поскольку, как я и сказал, этот эпизод уже, ну, как мы прошли с вами дальше, и я просто перезаписываю эпизод, да, чтобы у нас не было, ну, какого-то прыжка, плюс здесь довольно-таки интересная бойня все-таки происходит. И в этот раз она эффективна. В прошлый раз у меня ушло минут 50 на зачистку всего этого. Сейчас мне ОБС показывает 29 минут. Вы видите большой черный железный сейф. Слишком тяжелый, чтобы его можно было поднять. Спереди у него кодовый замок. Проверить сейф на предмет ловушек. Вы не нашли никаких ловушек на сейфе. Снова обследовать сейф. Снова, 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 и снова, короче, мы пытаемся найти лов... О! Внимательно осмотрев сейф, вы обнаруживаете черный проводочек, уходящий куда-то в пыль позади сейфа. Смахнув пыль, вы видите, что запальный шнур ведет к динамиту с часовым механизмом. Пытаемся обезвреть ловушку. У нас не получается, но 29 здоровья, ладно. Хм, может номера на этих трех солдатских жетонах подскажут код? Звучный щелк-дзынь и сейф отпирается. Прекрасно. Мы с вами получили кучу всякой наркоты, еще один журнальчик, денег и, что самое главное, конторскую книгу. В эту конторскую книгу записаны расчеты между бандой наемников и семьей Бишопа с Ньюрино. Размер выплат зависит от того, насколько сильно оказывалось давление на город-убежище. Возможно, эта информация заинтересует город-убежище. Прелесть. Я вот только не помню, получали ли мы уровень в этом эпизоде... А, нет. Уровень, кажется, мы не получали, так что все будет хорошо и все будет плавненько у нас. Но никаких скачков в скиллпойнтах хотя бы не будет, я за это радуюсь. А тут есть еще интересный глюк. Смотрите, вы сломали хребет налетчикам, больше они не смогут орудовать в этой области. Вы приобрели 2000 очков опыта. А тачка где? А тачка пропала. Это баг, который писали, что он пофикшен в версии 1.02, но его не пофиксили. А чтобы тачку вернуть, нам надо с вами выйти и зайти снова в утес. И вот она в утесе, наша родная таченька. А я, знаете, все-таки поищу этот специальный энкаунтер. Может, нам повезет, и я его вам показать смогу. О! Какое-то время пришлось этот ивент пофармить, но в итоге получилось. Итак, здесь у нас человекоохраняющий мост. Откуда Брамин, кстати, я не знаю. Не шагу дальше. Тот, кто хочет пересечь мост смерти, должен ответить мне на три вопроса, если не ответит. Если ответит неправильно, мост оправдает свое название. Задавай свои вопросы, хранитель моста, я не боюсь. Как твое имя? Винстон Изороя? В чем твоя задача? Отыскать священный гэг? Какой вес может нести персонаж с силой 6 при условии, что у него есть способность крепких хребет? А какой уровень способности крепких хребет у персонажа? В общем-то, это отсылка к Монти Пайтону. Если помните, там тоже был мост смерти, по которому пытались пройти рыцари. И хранитель моста задает вопрос, какова дальность полета чайки с кокосом? На что, по-моему, король Артур в ответ спрашивает, а какой чайки? Европейской или европейской или обычной? Ну, в общем, ивента я вам показал, коровы в прошлый раз не было, что-то с коровой не повезло, но заново я искать это все не буду. Давайте встретимся в городе убежище, где мы с вами еще квесты должны сдать. Ладно, характеристики этого плаща я вам зачитаю, ну, когда уже теперь смогу, потому что, как видите, я нашел ивент, и нас подорвала корова, как до золого. но не везет, так не везет, ладно. Но главное, что я показал вам, как добыть этот плащ, а что за плащ узнаем, там, через пару эпизодов, когда, в общем, когда я окажусь в той ситуации, когда я буду знать, что я удалил, там, какой-то эпизод позади, вот. Я сложно сформулировал, но да ладно. А мы с вами идем сдавать квесты, соответственно, во-первых, мы с вами заходим вот сюда. Да? Эй. Сказал сюда. Город-убежище, как всегда, блистает красками. Здравствуйте, еще раз, гражданин. Я могу чем-то вам помочь? Насчет налетчиков. Ну, что насчет них? С ними покончено. С ними покончено. Ага, больше город-убежище, может, за них не беспокоиться. Срочно сообщите, первой гражданке. Она должна об этом узнать как можно скорее. Ладно, пойду скажу ей. Да, здесь, по-моему, он ничего нам особо не говорил. А вот перед тем, как говорить с первой гражданкой, я бы, конечно, сохранился. Ну, ее нафиг с ее странностями. Вдруг она нас гражданство лишит, но, по-моему, наш диалог никак не может к этому прийти в данный... Ну, то есть, может, если мы сильно постараемся ее разозлить. Но давайте-ка не будем ее злить, и все у нас будет хорошо. Один момент. Итак. Да? В чем дело? У меня есть кое-какая информация о налетчиках, которые нападают на город. Что это? С ними покончено, они прятались в пещерах южных предгорий. Вы справились! Восхитительно! Вы сослужили огромную службу города-убежища. Пожалуйста, примите это в знак нашей признательности. Только подумать, что от банды налетчиков может быть столько проблем. А, видите ли, вообще-то это были не простые налетчики, а наемники. Наемники? И кто их нанял? Семья Бишопов из Ньюрина. Что? Откуда вы знаете? Какие у вас доказательства? В сейфе налетчиков была эта конторская книга, в которой перечисляются платежи от Бишопа за трехмесячную компанию по устрашению вашего города. На случай, если вы будете упрямиться, там есть еще незаполненный месяц. Я не удивлена. Не так давно Бишоп побывал в городе-убежище и предложил заключить союз. Я отказалась, разумеется. Мы не сотрудничаем с преступниками. Возможно, таким образом он пытался принудить вас заключить с ним союз. Возможно. Но это бы все равно не сработало. Скорее, я бы попросила о помощи НКР. Вы сослужили городу-убежище великую службу. Пожалуйста, примите это в знак нашей признательности. Если я что-нибудь еще узнаю, я дам вам знать. Ну вот. Дальше мы с вами как бы выбегаем к краю города и там прощаемся. Ну, давайте это сделаем здесь, чтобы, ну, я просто предупрежу вас, что мы встретимся с вами на выходе из города уже в плаще. Посему спасибо Миша Лебедева, Миша Фомино, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Дахармсу, Алексею Смирнову, Просто Эду, Сергею Кайно, Рокке Бальбову, Антону Церу, Глебу Сахарову, брату Монзо Сержу, Атерадору, КДВ-45 Рус и Дарьи Кравчук за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам огромное спасибо, что проходите игру вместе со мной. Ссори, что с этим эпизодом так получилось, но в принципе он перезаписанный и получился довольно-таки неплохой, хоть и не оригинальный, но гораздо меньше загрузок, да, мы не показали там один баг, да, и ладно, мне вполне окей и так, с учетом того, что в итоге мы в пещере, зато всех буду разобрали. Ну, все, удачи, счастливо, пока-пока, встретимся в следующем эпизоде завтра.